Зима всегда приходит внезапно. Иногда даже в сентябре. Именно поэтому подготовку к новому отопительному сезону коммунальные службы начинают еще весной. По действующим нормам все работы должны завершаться к 15 сентября. Перечень необходимых мероприятий довольно обширен. Устранение неисправности стен, крыш, перекрытий, исправление неполадок по работе систем тепла, электро- и водоснабжения, обеспечение надлежащей гидроизоляцией фундаментов, проверка исправности пожарных гидратов, восстановление теплового контура дома, утепление проемов окон и балконов, замена при необходимости стекол в дверях и окнах и вспомогательных помещениях, укрепляет при необходимости ремонтирует входные двери, устанавливает запирающие устройства и доводчики на входных дверях и проверяет в продавках и цокольные помещения. Каждый из присутствовавших на собрании представителей советов многоквартирных домов смог получить информацию о том, что из перечисленного сделано в его здании. Также минувшим летом был выполнен значительный объем капитальных работ, которые, казалось бы, с отоплением напрямую не связаны, но на температуру внутри здания влияют. В соответствии с распоряжением главы муниципалитета, уже с 23 сентября в округе стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подается от котельных на социальные объекты. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, а также начинается заполнение систем многоквартирных домов. Тепло подается немоментально. К сожалению, невозможно это сделать так, как включить лампочку. То есть идет сначала прокачка системы, заполнение ее, стравливание воздуха и только потом уже начинается подогрев той воды, которая циркулирует. Также в ходе совещания представителям советов многоквартирных домов рассказали о преимуществах перехода на электронный формат проведения общих собраний собственников. Всем, кто хоть раз пытался организовать подобное мероприятие, известно, как сложно обеспечить кворум. Уже сегодня ясно, что будущее за новой системой. Главное научиться грамотно пользоваться этим удобным инструментом. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.